В преддверии празднования дня первого президента Республики Казахстан Ельбасы Нурсултана Назарбаева на базе средней школы номер один имени Урая Алтенцарина города Степногорска открылся ресурсный центр поддержки инклюзивного образования. В рамках расширения сети ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования работа центра осуществляется по государственной программе развития образования и науки на 2020-2025 годы. Ресурсный центр инклюзивного образования открыт при поддержке благотворительного фонда ДАРА, города Нурсултана и фонда развития социальных проектов «Самруказна Траст», а также благодаря тесному сотрудничеству управления образования Акмолинской области и отдела образования города Степногорска. Город Степногорск один из первых в области начал работать именно в направлении развития инклюзивного образования, образования для детей с особыми образовательными потребностями. Еще вот в далеком 2008 году мы в городе открыли специальную комнату, у нас есть длинное пребывание для детей-инвалидов. Затем мы открыли в детском саду, у нас есть балалса, специальные группы для детей с особыми потребностями. И очень такое, наверное, все-таки это очень сложное, мы знаем, из-за болеваний ДЦП. И хотелось бы отметить, что в этом детском саду воспитание, образование получают и дети с этой достаточно сложной болезнью. Открыли мы в седьмой школе, вот благодаря, коллеги, спасибо вам, мы открыли также специальный учебный такой центр для детей с особыми образовательными потребностями. В первой школе у нас, вот в первой школе, это базовая школа у нас, где дети после определенной коррекции, которую они проходят в коррекционной школе, продолжают свое обучение здесь, в этой школе. То есть в настоящее время в городе Степногорске есть, как бы вот все, мы вот начинаем ступени от детского сада, затем коррекционная школа, средняя школа, для того, чтобы те дети, которые есть необходимость получения особых образовательных потребностей, чтобы эти дети именно не остались без внимания, и чтобы те люди, которые с ними занимаются, это педагоги, воспитатели, действительно были учителя самой высшей категории, те, которые получают соответствующее образование. На мероприятии, посвященном открытию центра, прошла видеоконференция на платформе ЗОМ. Участники конференции отметили особенности нового ресурсного кабинета, который состоит из нескольких зон, позволяющих создать безбарьерную, толерантную и дружескую среду и условия для развития любого ребенка, в том числе и ребенка с особыми образовательными потребностями. К слову, в области до 2025 года планируется открытие более 100 кабинетов поддержки инклюзивного образования. В целом планы очень большие, грандиозные. В течение реализации государственной программы развития образования и науки до 2025 года ставится задача открыть целую сеть кабинетов поддержки инклюзивного образования в школах нашей области. Такая работа должна охватить все регионы. Пусть все дети, которые нуждаются в такой особой заботе и внимании, найдут здесь поддержку, тепло, уют. Специалисты Центра поддержки инклюзивного образования будут оказывать психолого-педагогическую и коррекционную поддержку учащимся в процессе обучения в школе. Кабинет разделен на четыре зоны. Вот здесь учебная зона, затем зона получается логопеда, специальная индивидуальная зона для работы. Здесь зона у нас получается для работы с детьми рефлексии, снимание стресса детей. Дети у нас уже когда мы перейдем в формат штатный, то есть офлайн, дети будут учиться в школе, а после урока будут приходить в этот кабинет и заниматься. Функционирование Центра поддержки инклюзивного образования предусматривает создание специальных условий для адаптации, обучения и коррекции нарушений обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе индивидуальных образовательных программ в рамках реализации основной общеобразовательной программы, а также подготовку обучающихся с особыми образовательными потребностями к переходу на инклюзивное образование в общеобразовательных классах среди типично развивающихся сверстников.